Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Каждую неделю, ну почти каждую, по пятницам, ну в основном по пятницам, Встречайте, Михаил Садорнов, в топ-шоу Неформат. Что вы хотите от Неформата? Неформат, он и в Африке Неформат. Здравствуйте, друзья, не только в Африке, но и в России. Вещает программа Неформат на частоте радиостанции Юмор-ФМ. Из прямого эфира, который вы слушаете каждую неделю, Вы узнаете самые свежие новости в комментариях главного героя, ведущего этой программы, Михаила Садорнова, который сегодня с нами встал. Добрый день, я уже соскучился по вам, дорогие радиослушатели, Потому что я был в далекой поездке, в нескольких городах выступал, Но и не просто выступал, а ходил по музеям, по улицам. И это было очень интересно. Конечно, не терпится поделиться наблюдениями, Но я предлагаю наблюдениями не только сатирическими, но и антисатирическими. Поскольку меня сегодня многие стали называть антисатирик, Особенно в живом журнале на меня очень много нападок. Мол, зачем вы пишете о чем-то хорошем в нашей стране? Вы же сатирик, а хорошего у нас ничего нет. Вот о чем мы сатирики довели в свое время народ наш. Они все время ищут популярность за счет того, чтобы что-то критиковать. Но я видел много, конечно, интересного. Но я думаю, это припасти как изюминку чуть попозже рассказать об этом. А сейчас, может быть, Максим, я не знаю, может провести разминку, Как мы с вами традиционно это делаем. Да, давайте нашу традиционную неформатную разминку. Друзья, вы являетесь тоже нашими соавторами, Для того, чтобы программа была еще веселее и остроумнее. Присылайте на 8870, на короткий номер, в гостевую книгу на сайт веселоорадио.ру. Там, кстати, работает и онлайн-трансляция. Вы можете посмотреть, что происходит в студии. Ваши наблюдения... Да, мы очень хорошо сегодня с Максимом выглядим, свеженький. Я из путешествий. Пожалуйста, в онлайне смотрите. Да, присылайте ваши наблюдения, сообщения, которые вы видите, объявления. Может быть, название каких-то ресторанов, кафе, блюд из меню и так далее. Мы все постараемся зачитать, чтобы... Да, вот блюд из меню вы очень точно сказали. Я же вынужден ходить в кафе, в гастролях и в рестораны. Ну, естественно, в рестораны, при гостиницах. Ну, вот такое первое наблюдение. Это, конечно, я не мог не хохотнуть, увидев в меню закуску. Называется сельдь Тихоатлантическая. Вот как-то сразу два таких совмещенных океана. Из Тихоокеанской России. Мы сегодня будем об этом говорить, о предложении Дмитрия Рогозина переименовать Дальний Восток. А в другом городе, в кафе, два блюда мне очень понравились. Я бы их съел, если бы я мясо ел. Первое. Это салат с телечьим языком. Никогда никто не догадается, как гениально его назвали. «Молчание телят». У телят это... Сколько подсмысла в этой шутке. Ну, то, что мне лично есть, сразу раз хотелось, хотя я мясо не ем. Но, вот первое место я бы из всех этих блюк дал следующему. Названию. «Запеченные куриные крылышки». Готовы, да? «Запеченные куриные крылышки» называется «Прерванный полет». А с ветки, значит, я выхожу из гостиницы. Ой, простите, в городе Тотьме. Ой, вы все, и у меня спутались все города. Простите, есть такой город, Воткинск. Кстати, очень интересный город, там родился Чайковский. Ветчане и Татмичане сейчас расстроились. Расстроились все, они так обрадовались. И я проезжал этот город, и так, знаете, мы ехали на машине, я так спал, спал, глаза открываю. Ой, ой, какое озерцо, дети играют на озере, такие аккуратненькие, симпатичненькие. Я говорю, остановите, что Воткинск. Ну, я знал об этом городе, как о городе среднего машиностроения. То есть, это значит, оборонные заводы были очень секретные. Ну, там Чайковский родился, музей Чайковского. Вообще трогательный, очень симпатичный город. Но детишки играют на берегу в прятки. И я так вышел на берег, они говорят, «Дядя, побегайте с нами». А здесь-то меня так тронуло. Мне говорят, «Да нет, дети, у меня уже подагра». Что такое «Дядя подагра»? У нас такой смешной разговор. Вы, наверное, сатирик. Я попал, да. Я попал со своей подагрой оправдаться решил перед чистой душой детишками. Но так отошел от них, и парень кидает шишками небольшой лес рядом с берегом. Редкий лес, но шишки есть. И он кидает в девочку. Он так стоит грустно-грустно, говорит, «Не кидай, пожалуйста, дебил». Это было так дрогать, да? Вот вежливость. Вот это символ детей России. Вежливость сегодняшняя, но незнание значений слов. Она наверняка слышала, как мама или говорила папе, но не понимает, что это значит. Она думает, что это ласковое слово. Так ласково произнесла. Ну и что еще интересно, конечно. Журналистка написала в одной... Я не буду говорить, в каком городе, потому что я не хочу подставлять весь город. Решают, что там все такие. Да нет, одна журналистка нашла, да. Говорит, я нас в пресс-конференции столько узнал от задорного нового про нашу историю. А у меня во всех городах были пресс-конференции. И я готова его слушать всю ночь с открытым ртом. Написала. Всю ночь? И это вылетело бы в местную сеть, конечно. Хотя бы всю ночь не писала бы. Ну и мне пришло письмо, очень интересно, с великолепной совершенно наблюдашкой. Представьте себе, друзья, кто был на Кипре. Ну, неважно, кто был в Турции, Кипр это одно и то же. Все равно наши союзные республики обе. И множество туристов. Ну и, конечно, немцев и там, и там. И вот три больших кактуса на Кипре. Таких, как генеалогические деревья. Они ими гордятся. Они породистые, эти кактусы, с такими листьями могучими. Ну и, естественно, эти листья исписаны только на русском языке. Катя плюс Сережа, там неприличности какие-то. Вырезаны на листьях кактусы. И дальше, вот, приготовьтесь точняк. Идут два немца, останавливаются. Я хрюкаю, когда я очень доволен. Смотрят на эти кактусы. Вот, ребят, пожалуйста, остановите машины, кто за рулем. И говорят, как на Рейхстаге. И грустно пошли дальше. Друзья мои, я потом поделюсь впечатлениями и другого рода о наших городах, потому что я заинтригурую вас только одним. Россия преображается. И не надо думать, что жизнь только существует в Москве или в Петербурге. Это ложь. Это неправда. Ложь изначально в русском языке означает следующее. Ложь это то, что положено сверху. То есть это поверхностное знание. Не углубленное. Вот что называлось ложью. Так вот это поверхностное знание. Для того, чтобы судить Россию, надо проехать по многим городам и увидеть. Не везде, конечно, все одинаково. Но это очень интересно. Я очень доволен тому, что я побывал в разных российских городах. Ну, попозже, к слову, где-то буду рассказывать о своих наблюдениях. Я просто хочу сказать, что для нас иногда очень важно, кажется, во время отпуска нужно поехать за рубеж, чтобы что-то там посмотреть интересное, побродить по старинным улочкам старых европейских городов, может быть, поездить на автомобиле по американским прериям и так далее. Но, общаясь с Михаилом Николаевичем, каждый раз, когда он приезжает на программу, я узнаю столько много нового о России, о том, что внутри нашей страны происходит. И вот сколько я ездил по стране, я понимаю, что мой опыт ничтожен по сравнению с вашим. Сколько у вас информации, наблюдений и так далее. Мы об этом обязательно сегодня поговорим. Пока мы прервемся на короткую паузу, чтобы обязательно вернуться на Юмор. Продолжается программа «Неформат». В прямом эфире радиостанция Юмор.ФМ в студии в Москве. Михаил Задорнов отвечает на ваши вопросы, комментирует ваши сообщения, а также сообщения информационных агентств, которые приходят к нам практически ежечасно. Их очень много, за неделю скопилось, и постараемся самые заметные из них прокомментировать. Меня зовут Максим Забелин, я продюсер радиостанции Юмор.ФМ. Помогаю Михаилу Николаевичу, как могу. А пока, Михаил Николаевич, наша поездка по стране. То, что вы обещали нам рассказать. Самое главное наблюдение вот какое. Сегодня у нас в России, вот представьте себе, что вы разговариваете не с сатириком. Хотя, может, даже интереснее, чтобы об этом говорил сатирик. Если у человека есть дисциплина, руки и профессия, он может нормально жить. Для меня сегодня, ну, исключая действительно старых людей, которые попали в ужасную ситуацию в связи с малыми пенсиями и нехваткой денег даже на еду нормально. Но вот молодые люди, они могут заработать нормальные деньги, возможности существуют. И для меня вот эти люди трудоспособные разделились в России на две категории. Созидатели и страдальцев. Когда-то под вашим любимым городом Владивостоком, в деревне, я помню, мои знакомые хотели, чтобы им крыльцо отремонтировали, два страдальца местных. А они такие вроде рукастые, но ленивые, недисциплиняные. Тебе сказали, 20 тысяч нормальные рублей нам цена, ну, нормальные деньги за это дело, но мы не будем. Почему? Да не хочется. Там, знаете, у нас баня, потом надо ягоды собрать, там, завтра похмелка будет, ну, как, ну, святое дело похмелиться. И мои знакомые говорят, ну, тогда дайте кого-нибудь другого из ваших знакомых, кто может это дело сделать за эти деньги. А те говорят, да не, вы что, это что, кто-то заработает, а мы нет, что ли, и не дали не называют. И вот такая ситуация в России довольно часто встречается. Причем, к сожалению, как русские, скажу, что русские очень неприглядно выглядят в этом деле. Очень много лентяев, велоумных, и вот, например, город, не город, а вся губерния наших ведических предокам принадлежала, Вологда, Вологодщина, выглядит ужасно. И вот сейчас пришло уже письмо на наш первый выход в эфир до рекламы, вот я сейчас прочитал, мол, расскажите о состоянии дорог. Так вот, очень интересно, подъезжаешь к городу набережные Челны, 20 километров освещены сверху красивейшими фонарями, как между Ниццей и Канами. Но там эта дорога меньше, и фонарей меньше, красотень. Вообще, если вот мне куда-то переезжать, я хочу в Нижнекамск уехать. Это небольшой город, молодой, назывался Брежнев, чтят Брежнева, не плюют в память в советское прошлое, потому что Брежнев придумал этот город. Ну, не Брежнев, но все-таки в годы его правления. Сегодня много говорят о Сталине, а, между прочим, забывают про Брежнева. Добрый пацан был, недаром, что выпить любил. Я жил в гостинице в Нижнекамске, я вам скажу, что получше гостиница, чем Георг V в Париже. Аккуратнее сделано, новее. Тайские массажи, 50 метров длиной бассейн, чистая вода. Вообще, я вам должен сказать, по России гастролировать удовольствие. Я не ещу больше и в Израиль давно, но я вообще не люблю ездить к эмигрантам. Почему я должен ехать к тем выступать, кто от нас уехал? И я, и, слушайте, и мне гостиницы в России, в городах сегодня, лучше, чем в Израиле, чем в Германии, чем во Франции. И, главное, устроители концертов не стесняются селить хорошо. Там же мотяры реальные на Западе. Они стараются тебя поселить в трехзвездочной, а тебе объяснить, что это пятизвездочной. Тебя до сих пор за лоха принимает. Что я хочу сказать. Русские города многие, российские города многие выглядят очень прилично. Но, сейчас скажу страшно, на меня обидятся все. Предупреждаю, обижайтесь быстро, кто хочет. Как только есть какой-то другой народ, помимо русских, мгновенно преображается земля. Удмуртия, Ижевск. Восхитительная набережная. Восхитительный центр города. Цирк. Не верится, что такое могло возродиться у нас. Про водкинский я сказал. Про набережные Челны. Казань, конечно, очень красивый город. Татары классно умеют работать. И вот я выхожу на вокзале, мне нужно на каком-то вокзале донести вещи. Татарин пускай несет. Потому что он никогда не пьет. Он не пьющий. У него от него... А татар носильщиков не пахнет водкой. Однажды не было татар. Русский несет мне. Упал в лужу по пьяни. Ехал с тележкой. Даже за тележку держаться. Упал, встал и крестится. Мол, спасибо, что я что, я не знаю, не булькнул или не разбился. А, знаете, Казань поражает тем, что не украли все деньги, которые выделены на универсиаду на тысячелетие. Это самый красивый для меня город в мире, который я видел за Базглево на втором месте Сингапур. Но в Сингапуре нет Волги и нет Казанки. И нет этой величественной реки, наполняющей силушки берега. Мечеть Казанская. Ощущение ночи, что приземлилась луна где-то в Кремле Казанском. Ну, а Йошкар-Ола меня просто потрясла. Но я спал, ехали из Чебоксар. Я просыпаюсь, у меня будет, и говорят, вот, Сент, просыпайтесь сейчас. Мы приехали в Йошкар-Олу. Я открыл глаза, я думал, меня как-то разыграли, перенесли в Италию. Потому что я проснулся, а передо мной, вот, реально, дворец Дожий. Только больше, нежели в Венеции. И покрашен лучше свежей краской. Я думаю, это у вас одно такое здание. Они говорят, пойдемте. Мы прошлись, я стал подобен самому банальному туристу. Я вынул iPad и начал фотографировать, ездить. Ну, когда мне показали памятник Рембранту, ну, ладно, там Богоматерь, там, это понятно все. Там Святые, Ипполит, там, Эпоксид, не помню. Ну, это ладно. Но Богоматерь тоже красиво. Но, друзья мои, при чем тут Рембрант? Можете мне сказать, Йошкар-Ола и Рембрант. Рембрант даже не мечтал о таком успехе. Ну, реально стоит памятник. Я говорю, ну, надо же. И пока я немножко насмешничал, ну, по-доброму. Потому что все равно хорошо, жители многих Йошкар-Олы теперь знают, что был такой художник, между прочим. А молодежь же действительно в Рембранта не въезжает. И уже мне говорят, сейчас мы вас повезем. И привезли меня к памятнику. Вот, клянусь, не вру, зайдите в интернет, посмотрите. Князю Монако. Сейчас принц Монако, а у него папа был князь. Вот этот князь, говорят, покончил жить самоубийством, когда узнал, что ему в Йошкар-Оле памятник поставили. Просто от счастья покончил жить самоубийством. Я не въезжаю, почему в Йошкар-Оле должен быть памятник князю. Но местный глава говорит, что он просто был хорошим человеком. Если действительно так, то классно поставить просто хорошим человеком. Вот, да, меня это все очень порадовало. В России налажена новая система откатов у чиновников. Строй и откатывай. Есть за что. Не прямое выросток. То есть цивилизованная система заработка чиновников во всем мире. Такое ощущение, что наш милый Лужков растворился. И частичка Лужкова зашла в каждого из мэр. Все плитками выложено. Выложено. Везде кирпичные заводы налажены. Принадлежат родственникам местных глав. Ну, слава богу, уже не президенты, а главы. От слова голова. В общем, смотрите, к нашим с вами прислушиваются высказывания. Мы же об этом давно говорили. Мы два года назад говорили, что ну какие президенты? Голова должна быть. И раньше было слово кормилиц и кормленец для губернаторов. Кормленец это тот, который посылается на кормление. Ему не платит Иван Грозный зарплату, а его кормит народ. Уже появились и кормильцы. Есть и кормленцы. И жалкое зрелище порой. Да, еще. Дороги. Если взять все хорошие дороги сегодня в России, вы знаете, их больше, чем хороших дорог во Франции. Потому что просто в России больше. Ну, конечно, не все. Есть просто такие, что хочется сказать, вот как на севере Вологды. Вот если меня слушают урологи. Вот знаете, у вас есть больные, мочекаменной болезнью. Пожалуйста, между Тотьмой, я знаю одну дорогу, и в Верхнем Устюгом. Вот если вы там один раз провезете на «Жигулях», на «Четверке» своего больного, реально песок, камни высыпятся отовсюду, из ушей попрут. Со мной ездил немец в этой один. Он приехал изучать истоки арийских корней в Вологду. Честь ему хвала. Он выучил русский. Ну, он из ГДРских знал русский. Но зря он приехал в Россию, зная русский язык. Потому что у него каждый день был шок. Его посадили с чемоданом в «Жигули-четверку», если кто помнит, что это такое. Но багажник не закрывается, и водила завязал на проволоку багажник. Вы представляете, что это для немца было? Тот говорит, и так поедет, он говорит, да, да, и держите, придерживайте, пока мы поедем, рукой дверцу, потому что она хлюпает все время. Тот говорит, я не могу, ну как, 300 километров держать дверцу. Вы можете представить себе на этой дороге, которую я описал? Она с воздушными ямами. Она так, как на самолете раньше, на кукурузе. Глядишь, болтых и провалился. И тогда, говорит, ладно, вы немец, вы не умеете держать, значит, как наши. И завязал две дверцы «Жигули» на проволоку замотал. Тот говорит, а как я выйду? Он говорит, ну, если что случится, если перевернемся, я вас выпущу. Нормально? Немец, но самое гениальное, бедные, Вологда. Потрясающе теплые люди, они мне сказали в Вологде. Понимаете, мы на севере, нам надо согреваться не только одеждой, но и теплом. И они очень теплые, сердечные. Но ужасен быт. Я был в селе Пожарище. Пожарище они называются, не Пожарище. И мне там девки с бабами, в хорошем смысле этих слов, танцевали, пели такие танцы, которые, по-моему, напоминают движение структуры ДНК. Это какие-то древнейшие ведические танцы. Они мне рассказывали какие-то сказки. Это было очень здорово и интересно. Но этот быт. Мы садимся, вот последняя зарисовка в Вологде. Вот какая разница между... Я иногда думаю, неужели бедность оберег порядочности и сердечности? Хотя в Яшкарале тоже симпатичные люди были, несмотря на то, что быт там начал оживать. И вот последняя зарисовка. Я же напоследок, как профессионал, оставляю десерт. Мы садимся в одном городе. Не буду говорить в каком. На очень далеком севере. На кукурузнике садимся, приземляемся. Слушайте, коровы на летном поле. Значит, летчик кричит в рацию. Уберите коров с посадочной полосы. Вы представляете, что со мной с немцем в этот момент происходит? Потому что я тоже отструктурирован бытом латвийским. Я как немец. Немец сразу за дверцу взял. Он по привычке проволоку начал искать. Чтобы самого себя прикрутить как-то. Оттуда крик. Как я тебя уберу из рации? Мы слышим, это же все открыто. Это же маленький самолетик. Нас туда докинуть решили. Это именно добросить. Вот есть выражение, добросить. Нас добросить. И кричат ему. Как я уберу, кричит местный диспетчер. Как я уберу, это не мои коровы. Что, в общем, молодец. Тогда этот наш летчик кричит. Я не могу. Убери коров. Я должен безопасно посадить самолет. Я задорного привез. Тот кричит. Мне до одного места твой задорно. Он даже не знает, что я это все слышу. А немец знает, что и я задорно. И жду коровы на поле. Для него микс фьюжн реальный. Сильный замес этого всего. И что вы думаете? Мы посадились на... Мы заходили два раза на посадку и пугали коров шумом наших двигателей. Вот так мы приземлились. А люди вездецами. В большинстве своем замечательном. И проехав по России, последняя фраза. Я еще раз для себя понял, что замечательна была моя фраза, сказанная в 1988 году. Бессознательно. Теперь я ее говорю сознательно. В России теплых, сердечных, хороших людей гораздо больше. Но они, извините, хуже объединены. В следующем перейти к новостям, которые обязательно мы обсудим сегодня. Несколько сообщений от вас. Пишут люди, Михаил Николаевич, о том, что не так давно открыли для себя книгу «Амур-батюшка». Отца моего. Да. Человек пишет, что безумно интересна книга. Сейчас ходит по рукам у его братьев. Также читал ваши книги и книги отца России. И хочет еще больше их приобрести. Вы знаете, вот смешная подпись. Да, вы будете смеяться, но дальнобойщик Сергей Зверев. Вот еще один дальнобойщик Сергей Зверев нашелся. Тот бомбит по-дальнему. Я что хочу сказать. Сергей, благодарю вас за это сообщение. Дело в том, что отца книга, она, вот если кто-то читает, он очень увлекается и живет в ней. Я понимаю, почему. Это книга о том, как построить новую жизнь, независимо от власти, от правительства и от политики. И она этим, она уютна. А сейчас многие мечтают об этом. И книга становится снова популярной. Я, к сожалению, их нет в магазинах книг отца. Они в советское время выпускались с достаточно хорошими чернотиражами. Хотя он не был коммунистом никогда. И я хочу сказать вам, Сергей и всем остальным. Я решил создать сайт по продаже своих книг и книг отца и некоторых моих друзей, которые мне нравятся. Почему? Чтобы заложить туда минимальную прибыль после того, как я куплю у издательств книги почти по себестоимости. На расходы только. Я хочу, чтобы эти книги читали. Не может молодежь читать мою книжку о России с фотографиями, с картинками. А для нее это сделано. Там картинок много. Потому что посмотрят картинку, прочитают, что я написал под этой картинкой и умнее станут. Слушайте, она 900-950 рублей стоит в магазинах. Ну как это может быть? Это бандитизм. А книга отца, которая написана для людей трудящихся, ну она стоит 500 рублей. Стоила три года назад. Сейчас их нет больше. Моя новая книжка стоит 450. Она должна стоить 200 рублей максимум. И я налаживаю через интернет продажу. Вот бесприбыльную для меня. Для того, чтобы это все купалось. Вот, друзья мои, следите. На всех блогах будет выложена информация. И буквально через неделю-две мы начнем делиться книгами с теми, кто хочет их почитать. Вы знаете, Михаил Николаевич, я уверен, что ни в одной из ваших книг, как ни в одной из книг вашего отца нет орфографических ошибок. А в учебниках они есть. И у нас есть... Отлично то, что вы сказали. Позволю себе мгновенно вас поправить. Вот еще дополнить. В современных издательствах нет корректоров. Они сэкономили на пожилых женщинах грамотных. Не платить им 2003 в месяц, пускай будут ошибки. Негодяи заведуют издательствами. Торгаши в самом поганом смысле этого слова. И наживаются на культуре человеческой. Ну, им отольется кармически. Ну, что я сделал? Я попросил корректора. Чудную женщину Лизу. Она мне сама все выверяет. Я сам плачу перед тем, как издавать книжки. Привешу издательств, нет корректоров. А вы знаете, сейчас назовем это таким модным словом тренд целый. Это я? Нет. Да-да-да. В крупных компаниях, которые занимаются серьезным бизнесом, у меня есть товарищ, я на его примере об этом хочу рассказать, у которого свой крупный бизнес. И компанию обеспечивает офис головной. Это бухгалтеры, это секретари, это делопроизводители и так далее. Ну, кто обычно в компании, кого мы видим? Молоденьких девочек, в коротких юбках. Кофеноски я их называю. Да-да-да. Он уволил всех. Нанял на работу женщин и мужчин старше сорока лет. Потому что у них есть знания. Они понимают, что нужно делать. Понимаю, да. Он говорит, я просто не могу, я не могу работать с молодыми, они ничего не знают, они ничего не понимают. А самое удивительное, как они будут понимать, если вот мы здесь собрали небольшую подборку ошибок в школьных учебниках, которые реально существуют. В учебниках? Да. Биология животных седьмой класс. Например, как вам такая фраза? Подсохшие яйца ветром и ногами разносятся по земной поверхности. Ну, очень хочется задать чьи, потому что это как-то неопределено. Подсохшие, видимо, перепелки или чьи, чьи, я не понимаю, кукушкины. Подсохшие яйца, ну, я так понимаю, что... Птичь. Я, у меня образование очень молодежное, поэтому, наверное, бактерии подсохшие яйца. Инфузоры тупельки высиживают яйца. Да. И переносят их потом ногами. Итак, дальше, из этого же учебника, седьмой класс. Такое предложение детям и, видимо, их родителям. Проведите наблюдение за характером применения хвоста домашней кошки. А перед этим надо наши дать курнуть. Потому что, да. Ты сидишь и долго смотришь, что происходит. За поведением, характером. Как она применяет хвост. Характером поведением. Вы можете себе представить, кто? Вот это наше министерство образования. Оно же это подписывает. Вы понимаете, что представляет из себя министр образования? Он же не понимает, что это ошибки. Боже мой. Ну, дайте и порадуйте еще. Характер хвоста движения кошки. Вы знаете, простите, это мне напомнило, как мне прислали письмо, что учительница второго класса вызвала к доске парня. Ну, парня, мальчуган и говорит, нарисуй мир глазами кузнечика. Вот это из той же серии. Сначала дай курнуть анаши, а потом я тебе нарисую мир глазами. Министерство образования предлагает детей всех проверять теперь на наркотики. Обязательно тестирование ввести в школах на предмет проверки на наличие наркотических средств в крови. Поэтому курнуть анаши не получится. А, не получится. Это надо потрезво вот это решать. Это страшно. Но вы знаете, что теперь лекции о вреде наркотиков читает кто? Полицейский ходит по школу. Вы знаете, почему? Причем они одеваются в костюмы для детей. И приходят часто в костюме белочки. И в костюме белочки читают первогласникам о вреде наркотиков. Я угораю. Да это вот чай во многих городах. Простите, мы не можем дальше порадовать вашими наблюдашками. Да нет, я просто узнал, например, к сожалению, в своем восьмом классе я этого не узнал. Но если бы я сейчас учился, то в биологии за восьмой класс сказано, что из гемоглобина образуется желчь. Да, не могу бы ни поддержать ничего, но так это в младших классах, я вообще угораю. Это же шиза косить будет младшеклассникам. А, например, экономика в общество знаний за девятый класс считается плодом человеческого разума. Сильно. Плод человеческого разума, это экономика. Но у нас есть еще... Помните, как сказал Фурсенко, потрясающе, он даже не понимает, что он позорит себя перед народом нашим. Он сказал, нам не нужны образованные люди, нам нужны квалифицированные потребители. Он свято уверен, что так должно быть... И добросовестные налогоплательщики. Да, добросовестные, то есть не население, не люди, а электорат нам, единицы электората. Вот это все работает на эту сверхмысль. Вы знаете, Министерство образования и науки теперь требует от Российской Академии Наук и Российского Авторского Общества ответов по поводу ошибок в одобренном ими учебнике. Речь идет об учебнике «Окружающий мир», в котором несколько содержится орфографических ошибок, и в частности на одной из иллюстраций перепутаны стороны света, север с югом. Да, Минобразование и науки увидело СИЕ и теперь требует объяснений на этот счет. Более того, они говорят, что мы будем жестко контролировать содержание учебников теперь. Сейчас у нас есть все возможности для этого. То есть они взяли грамотных людей в министерство, наконец-то. Так. Да, ну, еще... Ну, а где... Да, ну, им надо тогда, как вашего знакомого, набрать тех, кому за 50, а не тех, кто ходит в клуб, кому за 30. Это, я имею в виду, по годам, а не по сантиметрам. Мы не успели поставить 16+, Михаил Иванович, 30+, в данной ситуации. А это я ничего плохого не говорил. Я имел в виду температуру, зашкаливающую на улице. Ну, да, да, об этом тоже поговорим. Я, знаете, что, мне одна написала... Не, ну, это опечатка, просто температура в сантиметрах теперь меряется. Это одна из опечаток в учебниках. Вот так мы ловко выйдем из этой ситуации. Так мне написала... Краснощекой. 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 Мне написала чиновница одна из министерства, не буду говорить, какого мы о нем много уже говорили, какого. Она написала, мы, в отличие от вас, не работаем спустя в рукава. Вот это эти чиновники составляют программы. Возьмите за 50 кому. Возьмите грамотных людей. Ну, действительно, в турбюро, я уже говорил, по-моему, в прошлый раз, в большинстве сегодняшних туристических бюро стали брать женщин, тетушек, которые за неделю овладевают компом, но знают географию, а молодые компом овладеют, а географию не выучат уже никогда. С ними не... Мы берем билет в Астрахани, она долго ищет ее в другой стране, оказывается, и Астрахань в России. У нее большое удивление, у этой кофеноски. Но молодец ваш знакомый, потому что, как правило, увольняют грамотных, а оставляют вот этих кофеносок, которые дизайнер, вот этих фуфловтюхов всех оставляют. Это новые термины. Фуфловтюх. Нефтегреб, газосос, фуфловтюх. Я хочу... Вот часто мы слышим и получаем сообщения, где люди пишут, да, наверное, это неправда, такого не может быть, хотя больше сообщений как раз о том, что, да, действительно, правда. И вот на нашей гостевой книге, я сейчас вижу, даже сканы присылают из учебников. Мы обязательно сейчас посмотрим и к этому вернемся. Но сейчас у меня в руках находится учебник по английскому языку за пятый класс. Его нам принес Дмитрий Юдин, программный директор радиостанции Юмор-ФМ. Его дочь обучается по этому учебнику. И здесь есть, на странице 68, вот я смотрю и показываю тем, кто смотрит сейчас онлайн-трансляцию нашу, есть два примера. Переводя коротко с английского на русский, и в этих примерах предлагается выбрать русское блюдо, традиционное русское блюдо из трех предложенных. Три предложенных блюда. Это мед, прошу прощения, блины с медом, блины со сметаной и блины с икрой. Как вы думаете, какое из них традиционное русское блюдо? Ну вот. И дальше еще более интересная история. Это, а какое же американское традиционное блюдо, на ваш взгляд? Это жареная индейка, куриные крылышки или гамбургеры. Выберите одно из трех, что называется. Вот такой выбор оставляют нашим детям, Михаил Николаевич. Друзья, мы сейчас уходим на небольшую рекламную паузу, после которой обязательно вернемся и продолжим наши остроумные, надеюсь, размышления. Очень интересное рассказали. Да, очень интересные сообщения приходят от вас, друзья. Спасибо большое. Из Саратовской области пришло сообщение. Человек был в Ярославле, искал один завод и обнаружил там улицу с названием, даже не улицу, это скоростная дорога, потому что называется она «Тормозное шоссе». Это истонцы пленные строили. Да, очень медленно, но очень аккуратно. В нашей традиционной рубрике «Юмор ниже пояса» вот такое пришло сообщение из «Набережных Челнов», любимых Михаил Николаевичем Задорным. Наверняка он тоже это видел. Рекламный щит на картинке «Унитаз» и написано, с чего начинается ваше утро? Хорошо. Тогда можно еще в магазине, где водка продается. А чем оно заканчивается? С чего начинается Родина, написано. Да, еще есть в Московской области при автосервисе кафе японской кухни. Называется оно «Детали». Здесь смешно, пожалуй, больше всего то, что, скорее всего, это было просто кафе, которое называлось, понятно, или были там «Детали от иномарок». Детали остался от щита, его повесили наверх. Это автосервис детали, но модно сейчас же японскую кухню. Представляете, автосервис, на автосервисе «Японская кухня», где-то на трассе. А сейчас есть же целая, поднялась волна негодования и возмущения, потому что в Ростове на большом подпольном заводе делали летучие рыбы икру, уже заговариваться стал. Сами сотрудники металли? Да, из сельди на сей раз, из подкрашенной. И эта икра поставлялась на стол гурманам, которые приходят в рестораны японской кухни по всей стране, в том числе и в Москве, и в Питере. Вот никогда ее не брал. Вот всегда понимал, что у русских обязательно химия будет какая-нибудь. И вы знаете, это вообще проклятие наше, что практически 60% людей подворовывает на своих местах. Поэтому Россия не может никак вырваться и ожить. Они требуют честных выборов и верят в того дядю, который их накормит. А сами все на местах подворовывают. Это то, что называется модным нерусским словом «карма». А из объявления, я вам скажу, я в Казани, значит, у меня был концерт, и там по всей Казани висели рядом две фиши. Максим, никому, между нами, пожалуйста, это позор для меня. Первое. Концерт Михаила Задорнова 16+. Значит, я опасен для детей. Но рядом, вы им спросите, а что тут такого? Ну, поверьте, да, но рядом. Элтон Джон 6+. Он на 10, я на 10 баллов опаснее Элтона Джона в Казани оказался. Вот такие пироги, друзья мои. Да. Ну, что сказать? Хочется сказать, когда мы будем жить, а не подражать? Возможно, тогда, когда мы наконец-то сможем переименовать все в нашей стране в то, как это должно называться. То есть, как милицию в полицию. Как, например, предлагает вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он буквально сегодня заявил о том, что, прошу прощения, вчера заявил, что российский Дальний Восток можно переименовать. Это наша Тихоокеанская зона, сказал он. Поэтому так и надо назвать. Тихоокеанский регион, ну или как-то иначе, как-то по-другому. Как назовешь этот регион, так он и поплывет. Вначале было слово. Вот идеи-то вроде, наверняка он от хорошего это высказал, потому что у него бывают очень здравые идеи. Но все-таки, вы, простите, я вас перебил, хотели что-то сказать? Нет, я хотел сказать, что на самом деле не только сейчас это возникла идея. Еще в 2012 году ученые Дальневосточного отделения Российской актемии наук выступали с этой инициативой, но тогда их никто не услышал. Когда в устах государственного мужа прозвучала эта фраза, то все обратили на нее внимание. И уже огромное количество в интернете поделок, фото-жаб на эту тему появилось. Тихоокеанская зона, все за это ухватились. Все-таки Дальний Восток очень близко русским словосочетания, потому что вроде дальний, а очень наш. И вот что такое образование? Образоваяние. Создание образа, а не умение отцифровать все и вся. И вот Дальний Восток это образ близкого нам края. Но если подходить по чиновниче, как информация, он дальний. Это информация, это не образ. Я считаю это неправильно. Русские люди чувствуют образ. Есть Дальневосточная звезда. А как переименуешь? Тихоокеанская региональная? Зональная. А тогда давайте Дальняя зона назовем вообще. Что будет вообще? Дальний кордон я предлагаю. Я считаю, что это не Дальний кордон. Ну как? И что, от этого меньше будут в вашем любимом Владивостоке воровать на русском острове при строительстве вот этих недостроек мирового значения к саммиту? Да нет же, конечно. То есть, и еще. Да, как назовешь, так поплывет. Воркута. Кут это на местном языке держи. Получается по-русски вор, а кут держи. Держи вора. И туда ссылали воров и держали их там. Когда вы об этом, Михаил Алексеевич, прошу прощения, что ты прерываю, просто пришло несколько сообщений в прошлый раз. Что вы не правы, что это на самом деле не так, и произошло это совсем от другого. Но это потому, что воркутинцы залезли в этимологические словари, а там другая версия этого всего. Вы же знаете, что ученые все время стараются увести от знания русского языка и переребрендить бог знает на что, лишь бы правды не было. Неважно, пускай считают, что это неправда. И вот с Дальним Востоком. Я очень люблю Дальний Восток. Но безобразие первое было совершено Медведевым в период его президентства. Как я говорю, президентства лайт. Когда он сократил часовые пояса. Что такое часовой пояс? Часовой пояс это, чтобы полдень правильно чувствовался организм в правильное время суток. А сегодня четыре пояса осталось. Вот поверьте, я проехал, я говорил сейчас, в девяти городах был. Максим, все время темно. Вообще нет времени пройтись по улицам. Я еле урвал час, чтобы пофоткать в Ёжкороле. И каждый раз, когда я об этом говорю в этих городах, ребят, у вас все время темно, я говорю. Они аплодируют. Потому что темно даже ощущение тьмы. Почему? Сбиты биоритмы. Медведев думает, что можно все через айфон, айпед и через дисплей все понять, что творится в России. Да нет, нельзя сбивать биоритм организма. У нас 12 часовых поясов должно быть. Почему? Потому что 12 часов самолет летит из Владивостока в Калининград. А он летит со скоростью движения Земли. И это есть мудрость, а не айфон, айпед. Да, ну вот что делать? Ну вот надо туда тоже сажать, чтобы люди мудрые, знающие природу и законы природы пробивались. Мне кажется, это неправильно переименовывать Дальний Восток. Но ничего это не улучшит. Ну а что в Израиле тогда произойдет? То есть Дальний Восток переименовался в Тихоокеанскую зону, как Ближний Восток тогда переименовался? В Ближний Восток сразу стоит. В Зону, что скорее всего так и будет. Но давайте их поменяем местами. Давайте наш Дальний Восток переименуем в Ближний, а их в Дальний. А кстати, действительно, смотрите, вот говорят, Ближний Восток и половина сограждан России чувствуют себя хорошо при этом упоминании. Они даже многие там считают, их прородина находится. А вот советская власть была правильная. Она перенесла. Она же Биробиджан на Дальнем Востоке организовала. Я был в еврейском колхозе «Желтый яр». Вы можете себе представить? Там такие колхозники, рыжие, здоровые евреи. Они аплодировали руками, похожими на весла у спасательной шлюпки. Такие настоящие колхозные, ручищные. Мужики реальные. Это было очень интересно. Я не знаю, что сейчас в Биробиджане. Но на Дальнем Востоке ведь. Ну и в еврейском, конечно, лучше на Ближнем. А нашим, ну назовите, блин, я против, но Восток от слова «восход». Восток – исток. То, откуда мудрость произошла. Я не имею в виду дальний только Восток. Мне жалко, ну так жалко, регион. Ну регион – не русское слово вообще. Тогда я могу привести в пример вот эти переименования. Министр – это монстр. Администрация – это ад. Мэр – МР – это смерть. Все чудовищный президент – это в переводе «просидевший». И что ни слова, то чудовище, которые пришли к нам раньше райком, райсполком, рай, рай. А теперь администрация. Вот регион – очень плохое слово. Риджин – это не русское слово. Я думаю, что Рогозин, ну, мягко говоря, не прав, хотя он человек весьма достойный. И иногда его мысли мне очень нравятся. Входят до того, что чуть ли не сделают главой какого-нибудь серьезного участка земли нашинской. Потому что у него патриотический мысль хорош. Но не все так довольны высказываниями Дмитрия Рогозина, как вы, Михаил Николаевич. Потому что, например, в Молдавии… В Молдавии официальные лица высказались категорически против того мнения, которое высказал Дмитрий Рогозин относительно интеграции Молдавии в Евросоюзе, в Румынию, да. Диффузии. Или в Одессу. Куда они хотят интегрироваться? Ну, там частично это раздирает, видимо, страну на две части. Дмитрий Рогозин, сейчас близко к тексту цитирую, сказал, что без мнения Приднестровской республики вряд ли стоит начинать движение навстречу Евросоюзу. И молдаване были возмущены этим, выразив свое возмущение в песнях. Про Рогозина? Группы Озон. Нет. Они сообщили о том, что крайне недовольны этими высказами, и Молдавия будет самостоятельно принимать решение, двигаться в сторону Евросоюза или нет. Да нам плевать, что думает Молдавия, это же мы высказываем свое мнение, мы же им не навязываем, мы говорим то, что мы думаем. Вот то, что я думаю про Молдавию. Надо их скорее отдать в Евросоюз, чтобы Евросоюз вообще загнулся. Мало того, что к ним пришла и Латвия, и Эстония, сейчас и Украина булькнет в Евросоюз, а Украина булькнет по-черному. Евросоюз опомнится, не успеет как развалиться. Еще Молдавия, конечно, Евросоюз гонится только за одним. Как можно больше нагадить Россию. Им пофиг дым, это Молдавия. Им зачем возиться с этими нетрудоспособным населением в большинстве своем. Вы были в Молдавии, вот вы с вами хоть официально сиеста, а там просто, без всякого, там все время сиеста. И я не говорю, что в Молдавании такие уж люди ужасные. Да нет, там гагаузы есть, кстати. Вот гагаузы, даже не знают, что их в Евросоюз сейчас отдадут. Страшная будет месть гагаузам за все, что они хорошо сделали. Советская власть. И надо скорее всех отдать в Евросоюз. Во-первых, Евросоюза развалится, они будут проситься обратно в дружбу с Россией. Чтобы начались стремительные силы, надо, чтобы поработали центробежные. Отдать, отдать их. Вот смотрите, Грузия уже говорит, мы хорошие, купите нашу минералку. Давайте мы вам вот коньячок дадим. Уже даже Онищенко из-за Грузии сняли. Нельзя так чмырить вновь на родившихся друзей. И их надо отдать, их с их молдавским вино. Стоит. И молдавское вино надо обязательно, чтобы все в Евросоюзе попробовали. А некоторые, чтобы перепились и отравились им. Раз и навсегда, потому что мне недавно в магазине дали молдавское вино. Может, там верхушка и пьет нормальное вино. Но то, что поступает в магазины Болгарии, это страшно, я вам должен сказать. Это такие соборы красить хорошо. Это уже практически рекламное объявление, Милан Ковальевич. Не все вино, есть и хорошее, но не доходит до меня. Пришлите нормального молдавского вина. Да, прямо к нам сюда. Друзья, сейчас реклама на ЮМРФМ. Программа «Неформат» преодолела только что свой экватор. И у нас есть новость с пометкой «Молния». Буквально новость последних нескольких часов. Звучит она, цитирую, так. Защита экс-министра обороны Анатолия Сердюкова заявляет, что с 1 ноября он возглавляет федеральный исследовательский испытательный центр машиностроения. Буквально на днях Анатолий Эдуардович поставил в известность своих адвокатов, что с 1 ноября его назначили главой данного испытательного центра, сообщил Интерфаксу в пятницу адвокат и экс-министра Константин Ривкин. Адвокат добавил, что данное учреждение является структурой Ростехнологий. Анатолий Сердюков возвращается на большой государственный пост. «Вы знаете, Максим, вот первое ощущение, я сегодня узнал, это не от вас, я утром в интернете прочитал. Вот у меня такое ощущение, вот я даже медленнее говорить стал, что опять плюнули народу в душу. У меня такое ощущение было, когда Листьева убили. И вот это было так страшно, помимо того, что я знал Листьев Влада, это был такой плевок в народную сторону, мол, вы никто народ. Это первый раз после развала Советского Союза дали понять, что никакого значения народное мнение не имеет. И вот сейчас такая же ситуация. Люди так надеялись, что его все-таки посадят. А он вернулся к жене, и та его простила. Простила не потому, что она всепрощенческой философией, а потому, что он вернулся с бабками, которые не все отдал Васильевой. И теперь не хватало, чтобы еще Васильеву назначили туда же. И его просил сразу хозяин этого всего. Я понимаю, что кореша должны держаться друг за другом. Но когда кореш или родина, надо выбирать родину, а не братана. И вот это все время хочется довести до сведения нашей власти. Ну как, когда весь народ знает, что произошло? Вы сами во власти, вы не... Я думаю, честно говоря, ну позволю в последний раз попытаться выручить хозяина. Попытаться. Я когда проехал по городам России, я уж думаю, может действительно наша власть в чем-то права. Раз начинается оживление, словно Россию живой водой некоторые города поливают. А сейчас, после того, что пришло сообщение, я думаю, боже мой, я не прав. Я зря хотел вступаться за какие-то сегодняшние перемены, как мне казалось, в лучшую сторону. Ну как же это так? Они что, сами не понимают, насколько они унизили себя и народ, и себя перед народом? Ну, как вообще может человек, укравший такое количество, при котором... Хорошо, при котором, потому что адвокат у него просто сумасшедший, он меня засудит сейчас. Но я ему не дам этой возможности. Человек, при котором столько было разворовано, проходить свидетелем. Он, значит, знал, что он воровалось? Раз он свидетель этого воровства. Может быть и нет. А не обвиняемым. Свидетель же тоже может не знать. Он говорит, я ничего не знал. Да, видел, заходили, подавали на подпись, я свидетель того, что я подписывал, но я не знаю, что я подписывал, говорит он. Здесь, вы знаете, то, что это сообщение пришло сейчас и пока не имеет никакого развития, кроме бурной реакции в интернете, удивительно то, что об этом сообщила защита. Сельдюковская. Да, то есть почему об этом не было сообщено по официальным каналам. Ну, имеется в виду адвокаты или охрану, секьюрити? Адвокаты. Может быть, это утка просто газета. Может быть, это... Хотя интерфакс... Дай бог, дай бог, чтобы это была утка. Мне бы очень хотелось, чтобы это была утка. Но там в некоторых написано, что это принадлежит все машиностроению российскому. На некоторых блогах и сайтах. На что я, по-моему, очень точно подумалось мне, что неужели он теперь продаст и российское машиностроение. Вы имеете в виду Ладу? Ну, Василиеву возьмет, она и Ладу впендюрит лохом. Это такой, похоже, действительно очень коварный и очень продуманный план, потому что... Продать то, что мы не можем продать. Да, 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 абсолютно точно. Вот, тогда это гениально. И именно табуреточника, который сумел впендюрить армии табуретки для казарм и стал на этом министром обороны, попытаться еще продать автомобилестроение наше. Машина только средняя. Не пускайте его в город Воткинск, я вас прошу. Там хорошие люди живут. У нас есть несколько сообщений от вас. Мы, к сожалению, не успеваем все прочитать, поэтому некоторые. Лапша китайская называется «Внук», прислал Сергей из Челябинска. Я почему решил это выбрать? Потому что мне на ум сразу приходят еще два прекрасных китайских сообщения. Вообще, китайцы удивительно, как они... Придумывают это все. Они никогда не пользуются услугами русских, ведь, например, в Европе для того, чтобы написать инструкцию, приглашается человек, который живет в России. Да, является носителем языка. И он правильно это все переписывает. Китайцы всегда идут своим путем. Их навигаторы говорят всегда «Переди круговое движение». Это всегда так. И я был в китайском ресторане, там, в Китае, в Северном. И одно из блюд называлось так «Рука рвет цыпленка». Это, видимо, был прямой перевод. А зубам не имет. Да, рука рвет цыпленка. Или реклама... Ну, они же переводят иероглифы. Это же образное мышление. Его нельзя точно перевести. Как вам такое выражение? Реклама китайского автомобиля, кроме всего прочего, подогрева сидений и так далее, там есть усиленный гидрой руль. Гидрой? Да. Гениально. И выползает гидрой. Ну, да, нельзя же переводить иероглифы. Вы знаете, наш парень увлекся Китаем и себе на спину сделал тату, иероглиф китайский, не подумав, что. Китайцы за ним бегали, а мы же не можем перевести это все. Китайцы за ним по пляжу, когда он поехал в Китай, бегали всем своим миллиардом китайским. Оказывается, ему впендюрили, ну, вот это лохотрон наш, впендюрили ему иероглиф «Срок хранения морских огурцов». И он так и ходил с этим иероглифом. Огурец такой в пупырши. Но, конечно, китайские иероглифы... Вот смотрите, мы говорим, владеет языком. Нельзя перевести на китайский, потому что владеть языком, если они переведут иероглиф, это знаете, что будет по-китайски? Ну, лизать. Вот. То есть, владеть языком, это лизать что-то. Мороженое там, да? Но, вот я-то когда-то, у меня была же шутка в одном из моих номеров, когда шпион говорил, за все его провалы поместили в сумасшедший дом, сказали, раз ты владеешь языком, хорошо, он английским языком владеет, то и будешь заниматься профессиональной работой. И он наклеивал марки на конверт. И наклеивал, говорит, я владею языком. Вот это та же серия. Еще одно сообщение, и перейдем дальше к новостям. Прислали к нам в гостевую книгу такую фотографию этикетки с пельменей, и там написано предупреждение. Внимание, сырыми пельмени не есть. Да, это очень часто встречается, свидетельства, очень часто. Потому что сегодня молодые люди, если в интернете не написано, пельмени не есть сырыми, они будут есть сырыми. Они многие не знают, как готовить пельмени. Они не знают, куда их бросить, чтобы... Вот написано, на плите их надо разогревать. Вот они без кастрюли с водой положат на плиту. Ну, надо обязательно писать, разверните пакет, снимите кастрюлю. Надо все-все прописывать, потому что этот лохотрон, градус увеличивается лохотрон. Ну, это же американская вот эта история, которая началась с бабушки, которая высушила своего кота в микроволновке после купания. Совершенно верно. Да, и потом отсудила у компании, производителя микроволновок, огромную сумму за то, что Таня написала на этикетке, что кошек в микроволновке сушить нельзя. Да. И буквально сегодня пришло сообщение, случай произошел вчера, вся общественность на юге Соединенных Штатов во Флориде обеспокоена тем, что произошло в воздухе в 600 метрах над уровнем моря. Туристический, обычный маленький самолет, который развозит туристов, показывает им красоты Флориды, летел в очередной свой рейс. И вдруг на высоте 600 метров дверца изнутри открылась, и пассажир вышел наружу. И сейчас все, там, береговая охрана США занята поисками этого человека, и все гадают, почему обеспокоена общественность. Был ли это суицид, то есть было ли это самоубийство, или это был просто несчастный случай. Удивительно, как это может быть несчастный случай. Как это может быть несчастный случай, да? У нас бы сказали человеческий фактор. Может быть это был акт протеста какого-то? Ну тогда бы он заявил перед этим, он бы должен был открыть дверь и сказал, я против того, что в России запрещают гей-парады. Хламывайся вы его. Нет, возможно, это сказал, но уже перепутал немножко. Сначала вышел, а потом сказал. А потом сказал, зарал. И никто не знает. А они его найдут, а у него записка в каком-то месте интересном воткнута, где он говорит, что он в наследство обещает. Знаете, как умер этот Лука, знаменитый поэт, я не могу произнести его фамилию, псевдоним, которого любил очень Пушкин. Да. Он умер с запиской воткнутой. Его нашли голым с запиской, в которой было написано, жил грешно, умер смешно. И вот это может быть тот же самый вариант. Но мне другое. Я понимаю, почему Америкос вышел. Они же не тупые. Они, многие из них, просто идиоты. И я неправильно, как я их тупыми называл. Ну, он, если не написано, не открывать в полете дверь, он не знает, что ее нельзя открывать. Ведь почему эта бабка? Она не было написано, что в микроволновке, что нельзя сушить кошек. Она просушила и предъявила... Нескольких. Нескольких. И предъявила предъявить, что... Один и тот же результат. Но ведь в результате пишут теперь, да. Да, конечно. Нельзя сушить кошек в микроволновке после стирки. Ну, после мытья. Такая же ситуация была с церковью. В Сан-Франциско. Какие-то собаки спаривались неподалеку от церкви. То есть вы не людей так называете сейчас? Нет, 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 нет. Ну да, у нас бывает идет свинья, говорит, ты куда собака пошла? И тогда опять немец в стопор впадает. Он не поймет, все-таки это свинья или собак. А неподалеку от церкви спаривались собаки. И местные священники отсудили в суде, что не разрешили... Мол, почему эта территория, принадлежащая церкви, спариваются собаки? И, короче, они в суде чего-то отсудили. И теперь там, развешено по Калифорнии, не разрешается собакам спариваться ближе, чем 300 метров. А собаки вот так вот подошли, прочитали, говорят, пойдем, жучка, в другое место. 300 метров отмерили, идиоты. Причем это, видимо, в черно-белом цвете сделано, потому что собаки, как мы знаем... А они не умеют цветное телевидение, цифровое, они не нюнькают. Ну и, конечно, та же ситуация с этим. Он думал, что это туалет. Открывается дверь, значит, туалет. Американцы так и соображают. Теперь надо обязательно, я уверен, во всех этих самолетах подобного типа появится надпись на двери. Это не туалет. И примота на проволокой будет. Двери напротив свата. Вот им надо в Вологду на стажировку, на повышение квалификации. А пока реклама. Друзья, продолжаем программу «Неформат». Бурную реакцию вызвало наше обсуждение. Да, я уже и сам не рад, сколько мне тут в личку насыпалось. Да, здесь, в частности, пишут нам, что по поводу собак возле церкви Сан-Франциско, что ага, а для американцев пусси райд в храме – это норма. Вот то, что я на концертах и говорю. А, кстати, я вам говорил, когда впервые вот произошло в мире то, что устроили пусси райд. Я же до того, как в Вологду съездить в Париже побывал, мне же надо, чтобы равновесие было в моих путешествиях не нарушено. Так вот, Нотр-Дам, мы все знаем, что это такое, мы знаем Гюго, мы знаем мюзикл, но вообще-то изначально не мюзикл, а Гюго, Виктор. И почему Гюго написал? Началось разочарование в церкви, в религии и в вере. И очень мощное. И Нотр-Дам начали осквернять. И Гюго решил написать собор Парижской Богомандери после того, как тогдашние, тамошние пусси райд, я не знаю, как называются, совершили богохульство. Ворвались в Нотр-Дам, устроили совокупление с песнями. И их выпроводили и чуть ли не в Бастилию отправили, если Бастилия еще в то время существовала. Думаю, что нет, потому что это как раз времена Робеспьера, когда казней было во Франции больше, в три раза, нежели в советское время, в Советском Союзе. Никто об этом во Франции не вспоминает. Так что пусси райд не пионеры этого дела, а сквернения храма. Ну, вероятно, только, что они назывались ля пусси райд. Ля-ля пусси райд. Если это было во Франции. Смешно. Михаил Николаевич, еще приходят сообщения, в частности, пишет нам абонент следующее. Спасибо большое за информацию о том, как владеть заводами. Подпись глава региона. Гениально. Это то, что я сказал, как надо строить кирпичные заводы и зарабатывать деньги, не воруя, а на откатах. Да, безопасно. И так, как с мэром Астрахани произошло. А мне многие пишут, спасибо за полезные советы. Ну, я же всегда был предсказателем. Пошучу, а потом хлобысь и воплотилась в жизнь. Удивительно. Я бы не поверил сам, если бы не увидел фотографию, которую нам прислали в гостевую книгу на сайт веселоорадио.ру. Газета «Метро» Питерская. Статья или заметка, не вижу, но заголовок звучит так. «Хищение из бюджета скоро станет преступлением». Вот конец света и сразу вот это. Потому что, говорят, скоро конец света новый еще сейчас объявляют, ясновидящие. И сразу оно станет преступлением. Замечательно, ребят, за такую обнадеживающую статью. У нас какие-то еще есть с вами сообщения интересные? Да, у нас есть попытка небольшая вернуться к тому, о чем мы говорили в прошлом часе. И это учебники. Оказывается, не только в России с учебниками беда, но и в Болгарии существует определенная проблема с учебниками. Министерство образования Болгарии, правда, это происходило в прошлом году. И вот эту ссылку нам прислали сейчас, что, мол, не только в России так все плохо, а во всем мире это происходит. Но, пожалуй, и не стоит уподобляться миру. Да, наверное, в этом смысле уж стоит точно идти своим путем. Однако вернемся к Болгарии. Так вот, Министерство образования Болгарии обнаружило в учебнике по болгарскому языку такую песенку, которая предлагается для разучивания детьми и пения на уроках. Болгарская песня, ну там, национальная, да? Едет джип, весь в броне. Я остановил его, любопытно стало мне. Чья крутая тачка, говорю, моя, я деньги пачками храню. А в машине что за киска? Это моя девка, Лиска. На конкурсе красоты победит, и меня еще больше обогатит. Вот это предлагалось петь, ну это перевод вольный из болгарского, Луки, видимо, о котором... Вот Лука, вот тот самый, который умер грешно. Да. И болгары очень быстро это заметили. Видимо, кто-то из Министерства образования Болгарии проходил мимо школы, услышал, как доносятся детским хором озвученные эти слова, решил проверить, что такое, оказалось, что это вот в учебнике. Что вы скажете, Михаил Николаевич, потому что люди, которые нам это прислали, спрашивают, настолько ли все плохо действительно в российском образовании. Может быть, все не так плохо, потому что в мире еще хуже. Ну, весь мир, мы говорили с вами, подчиняется нескольким торговым мафиям, нескольким корпорациям. Этим корпорациям надо главное, чтобы люди не мыслили самостоятельно, чтобы они были уверены были. Во-первых, прежде всего, знаете, что надо лишить, чтобы человек стал рабом? Рода своего. Чтобы человек не помнил, откуда он взялся, кто он? И чтобы он думал, мир вокруг жесть, такой, как Голливуд показывает. И чтобы он верил просто в слова «все будет хорошо», «I promised you». Смотрите, идет кодировка. В каждом фильме минимум 150 раз говорится слово «задница». Они даже не могут послать нормальный маршрут, у них нет разнообразия. Они все время по одному маршруту посылают. Примитивное мышление. Все время говорят, ай, промесь ее, все будет хорошо в самых чудочных ситуациях. И в задачках уже коды стоят, чтобы дети именно на этих кодах созревали. А потом включил код, и он у тебя зомби работает, как ты хочешь. Вот что это такое, вы прочитали. А наши задачки я неоднократно приводил в пример со сцены следующей. Только начало задачек читаю. Именно начало. Чтобы мир казался жестью, что здесь все плохо, что ты должен подчиняться, ты должен слушаться, иначе ты пропадешь. Задачка. Четвертый класс. Сатана подошел в казино к человеку. Уже в шестой. Седьмой класс. Лосев бил Кускову бетоном по голове. Восьмой класс. Автобус переехал в группу из детского сада. Столько-то насмерть, столько-то... Вот это все одно и то же. Чтобы дети превратились просто в рабов. Это печально, даже не хочется по этому поводу жить. А это гениальная задачка. У пуговицы четыре дырочки, у свистка одна дырочка. Тут просто плакать хочется. И вопрос, во сколько раз громче свистнет пуговица. Ну, конечно, идиотами вырастут дети после этого. И с них все... Знаете, какая фраза приветствуется в зале у меня? Хочу похвастаться. Я вообще хочу похвастаться еще раз. Во всех городах 80% молодых людей до 30 лет. Это так здорово. И они так оплодили. А когда я говорю... Знаете, почему я со сцены говорю, ко мне приходят молодые люди? Потому что их не учат ничему. Я не могу их научить, как жить. Да, я мог бы, потому что сам я живу неплохо, хорошо. Я не строю коттеджи, не ношу золото. И мне хватает денег, которых я заработаю на все, что я хочу. А главное, на мое творчество. Но я не могу их этому научить. Приходят многие на реальную ржаку раз задорную. Но я могу хотя бы объяснить, как не надо жить. И я имею на это право, потому что я говорю о том, как я сам не живу или как я сам живу. И я говорю, их не учат, как мы говорили, комсомолы школы ничему. Они приходят ко мне услышать. Потому что от кого-то они должны услышать. Я им... И вот тут нас раздается область. Я им с любовью объясняю, почему они придурки. Из задней ряды, дальние после Рогозина нехорошо говорить уже. Вроде задний еще хуже. А вот задний восток. Европа бы приветствовала такое переименование. Задний восток. Кошмар. Я когда-то сказал, что... Ой, простите, я отвлекаюсь, но... Знаете, меня не хотели в Литву пускать после двух моментов. Когда я Лужкову рассказывал, что творится в Латвии. Ужас какой. Вот в начале 90-х годов Лужков возмутился. Говорит, у меня теперь свое телевидение есть на московском. Пойдемте вместе, Михаил Николаевич. Пойдемте, Юрий Михайлович. И мы двое таких задорных, реальных мужика пошли говорить правду о том, какой ужас в Латвии, не дают гражданство. А в Литве уже стали, начали гражданство выдавать русским. Там не было вот этого ужасного варианта, как в Латвии. И Лужков все говорил правильно, то, что я ему говорил, но называл Латвию Литвой. Я сижу, я не могу сказать про Литву. Я не могу сказать, Юрий Михайлович, вообще-то это Латвия, а не Литва. Потому что, ну, это ужас, это на его канале. В результате меня лишили визы тогда на некоторое время. Так меня и сейчас могут лишить визы, когда я говорил, что Литва та же и Эстония, они были лицом, лицом Восточной Европы. А когда их приняли в Евросоюз, они стали европейским задним местом. Ну, образ хороший, между прочим, потому что до сих пор их так и считают. Приезжают итальянцы в Литву и в Латвию и мочатся на памятнике. И знают, что им ничего не будет. Ни один русский не посмел бы сделать такое святотатство. А у этих игра, у итальянцев, у голландцев. Кто такой смелый помочиться на латышской святыне? Может, они просто метят территорию? Да, именно, метят не уважая. Их надо сажать, Евросоюз боятся. А вот это, если бы я увидел, я бы реально без всякой политкорректности по мордасам. Сапогом. Сапогом с подковами. Это у нас с вами есть. Это на счастье. Это с подковами по роже, это на счастье. Друзья, у нас небольшая рекламная пауза, скоро вернемся. Программа «Неформат» продолжается. Осталось нам полчаса до финала этой программы. Их будет много еще впереди. И вот какая новость пришла на этой неделе. Она грустная для многих, а некоторых обнадежила. К какому лагерю относитесь вы, Михаил Николаевич? Да, в Госдуму внесен законопроект, предлагающий запретить обороты хранения долларов США на территории России. В течение одного года, со дня вступления в силу этого федерального закона, резиденты имеют право через уполномоченный банк осуществить продажу остатков долларов США на своих вкладах и счетах, а также разделах счетов. Потом хождение долларов по этому законопроекту будет запрещено. Это пока законопроект. А знаете, мне он нравится. Вот я вроде клеймить должен позором все, что не делает власть. Нет. Я буду честен по отношению к себе. Я считаю, что доллар надо было запретить давно. Вообще, слово «доллар» интересно. Некоторые сумасшедшие выносят от слова «доля». Якобы протославянская доля зашло в голландское, стала «таллер». «Д» стал президентской «д», а «таллера» произошел позже «доллар». Я не знаю, не буду говорить, подтверждений ничему не существует научных. Я только скажу, что «доллар» – это очень… Вот обратите внимание на его рисунки, то, что нарисовано там. Попробуйте сложить, допустим. Вот там есть такие игры. Я в следующий раз, если мне кто-то напомнит, я изучу это и расскажу, как играть с долларом. Вот как сложить его, чтобы ужас проявился масонский. Там все масонские знаки. Там есть пирамида, там есть глаз. Там есть все эзотерически, человекозомбирующее. И доллар очень опасный. Вот смотрите, его не существует. Его выпустили очень много. Доллар ничем не обеспечен. А он держится. Семьдесят три. Он держится практически на эзотерике. Как бумажка. Он бумажка, он ничего не стоит. И это мистификация. Я бы запретил не только доллар. Я бы… У меня мало карикатур, но иногда я рисую карикатуру. У меня есть такая карикатура. Вот дерево жизни. И заползает на него змей. Вот это библейское. Ну, это не только библейское. Это у славян было древо, называлось. И отсюда три английское. И древо жизни, листья, крона, тянущаяся к кра, к свету. Но заползает змей. Вот помните, как он обвивает ствол? Проходит несколько тысяч лет. Кроны нет. Сучки. Все высохло. Один листик остался на дереве. А змей превратился в обвитый доллар. То есть, змей – это же доллар, это же… Змей, обвивающий ствол – это и есть доллар схематичный. То есть, доллар душит. Душит здравомыслие и живое светодвижение. Поэтому, конечно, его надо убирать. Я, например, в своей жизни без всякой санкции партии правительства убрал доллар и все. Правда, рубль тоже название не очень хорошее. От слова «рубить». А рубить – убить. А убить – бить. А бить – ить. Что вообще непонятно, что… Да, есть такое предание, что это рубленая гривна. Да. Но нигде не существует в музее кусочка отрубленной гривны. Да. А я специально, мне интересно было. Это же очень распространенная идея, что это первая инфляция на руси в Киеве. Начали рубить гривну. И вот эти серебряные слитки, которые себе представляют… Я не нашел доказательств. Может быть, я не все еще изучил. Но я нигде не видел. Я в любой музей прихожу, исторически спрашиваю. Да мне все говорят эту теорию. Я говорю, покажите, нигде нету. Ну, неужели наши расхватали просто и все это дело? Ну, мне, например, название «гривна» нравится больше, значительно. Потому что «гривна» напоминала такую гриву саму по себе. Да, это все-таки понятие солнечное. У коня грива существует. А «рубить» не очень хорошее название, на мой взгляд. «Копейка» тоже говорят, что «копье» от слова «копье». Может быть. А может от слова «копить» неизвестно. Нет никаких доказательств. А с долларом я бы вообще очень пересмотрел внимательно все наши отношения с Америкой. С этой масонской страной. Например, они же очень хорошо владеют знанием потустороннего мира. Ну, то, что у нас называется эзотерикой. У них даже «мэридж» от имени богини Мары протославянской. Она руководит невидимым миром. Значит, она как бы покровительница свадеб, влюбленных. «Брейд» невеста – это обряд слово. «Брайт». «Брайт», простите, «Брайт». «Брайт». «А вы не были в Йошкар-Оле на такой-то улице, четвертый переулок, там третий мусорник не выносит вторую неделю». Это глава виноват. Нет, это не глава. Это Путин виноват. А и медведя виноват. Почему они не выносят мусорник? Вот это страдальцы по всей Руси такие есть. Они пишут, я вам часто говорил, именно в рабочее время всегда комментарии. И еще, он запретил уничтожать животных в лесах. Большинство местного олигархия в тамошних краях вообще, по ту сторону Волги, по ту сторону, немножко ближе к Уралу, они делали бабки на том, что продавали лес. Слушайте, он запретил. Это хороший показатель. И зарепретил уничтожение зверей. Ведь америкосы, и мы с вами это знаем, вы знаете, из каких источников не будем выдавать. Я просто это сейчас нашим радиослушателям расскажу. Америкосы проплачивают уничтожение зверей. Звери – это тотем российский. Медведь, волк. Китай уничтожает медведей совершенно целенаправленно. Лапы, желчные пузыри – все это наши предатели продают китайцам на сегодняшний день. Соболя продают, соболь. Ну и волка начали уничтожать. Потому что волк поддерживает энергию леса. Вы знаете, что волк – очень хороший семьянин. Он очень добрый по отношению к волчице. Он до конца дней своих не изменяет своей супруге. И кормит, конечно, волчат. Это очень трогательно, как он думает о волчатах, приносит им. Ну, страшная такая картинка немножко. Он отрыгивает пищу. Он берет в себя, съедает, а потом волчатам отрыгивает, чтобы они зимой ели. Но он трогательный. Серый всегда был хорошим семьянином. И за это славяне любили волка. Сегодня идет такая вот кампания. Уничтожить волков в лесах якобы они опасны. Да я видел людей, которые с волками дружны. Вот сидит человек, как старый волхов такой, где-нибудь в Забайкалье. А волки подходят, он их кормит. А волки опасны только в определенной ситуации. Когда они голодны. И когда для этого ситуация. Но они из-за нефти не убивают. И они из-за газа не убивают. Волки – человечнее людей. Но идет вот такая кампания с подачей американцев. Проплаченная кампания. Уничтожить волка, медведя, соболя. Это еще один тотемный корень России. Энергию России. То, что я говорю, никакие гордоны не поймут. Я говорю, потому что телевизионные передачи построены вот по такому принципу издеваться над всем российским. Вот эта фраза, которой я горжусь. Правильно называют тех, кто не любит евреев. Антисемиты. Так им и надо. Правильно. Правильно называют тех, кто не любит негров. Расисты. Но почему тех, кто не любит русских, называют правозащитники? Вы знаете, я... Я аж выдохся. Ну нет, это совсем не так, Михаил Ковальевич. У вас всегда и второе, и третье дыхание открывается так, что потом... Мне волки и медведи дают ее. Стены в предэфирной студии у нас сотрясаются. Люди приходят слушать программу «Униформат» сюда, предэфирку, и получают огромное удовольствие. Как и вы, надеюсь, друзья. Я просто хотел вспомнить, вы сказали, и об этом уже задают наши радиослушатели вопрос, что за игры с долларами? Ну, вероятно, вы об этом сможете рассказать. Я расскажу в следующий раз. Там надо очень точно сказать, как согнуть доллар, какой уголок подогнуть, где что прочитать. У меня нет перед собой доллара, и потом это надо мне восстановить в памяти. Интересно, интересно поиграться с долларом. Я сейчас хочу вернуться немножко во времена своего детства. Я у бабушки в Амурской области, и мне показывают медаль Горбачева. Так. Которая находилась на пятирублевой купюре. Я не помню даже. Правильно, если сложить пятирублевую купюру, я уверен, что многие из наших слушателей понимают сейчас, о чем я говорю, то фраза «пять рублей», которая представляла собой надпись, заключенную в такой полуовал, что ли, вензелеобразный. Так вот, если ее было сложить, то она становилась идеально круглой, как медаль, и было написано «пей». Ах, я не знал это. Вот наш народ, извините, как, скажите, а как, вот кто этот пытливый ум, обладатель пытли ума, который вертел, рычаг складывал, наконец доскладывал до такого состояния. Мне это показал мальчик, которому было лет 10, мне было, по-моему, 8. Гениально. То есть вот пытливый ум, который всегда не на пользу Родине идет. Ведь это месяцами сидел кто-то, складывал, наконец, ура, здесь пей получается. Все, я понял, что делать, аллилуйя. Я понял, вот он, аллилуйя. Интересно, да вот такие же есть с долларами. Надо вообще в интернете посмотреть, неужели, неужели там нет вот этих приколов. Пей, плати, значит. Друзья, у нас сейчас небольшая рекламная пауза, после которой мы обязательно вернемся. Мы написали шутку, пей и пей, плати и пей. Слушайте, хорошо, это слоган. А вы знаете, в России стали меньше пить. Извините, перед рекламой могу обнадежить больше наркотиков. К сожалению. А то, как говоришь. Обнадежить народ. И теперь реклама. Да. Программа «Неформат» выходит на свою финишную прямую, чтобы ярко завершить сегодняшний ваш день и перейти к вечеру. А где-то и вечер, пожалуй, где нас слушают в городах. Люди оттуда пишут, Михаил Николаевич, запретите региональным вещателям перекрывать программу «Неформат» всякой ерундой. Сначала мы подумали, что интересно это означает. Вероятно, это выходы глав регионов, которые включаются и говорят, а вы знаете, только что в программе «Неформат» сказали про наш город. Но это не совсем проверенная информация. Да, и, наверное, вот главы города используют наше время для своего общения, как они мониторят, какой рукой они это делают. И вот люди поэтому возмущены, говорят, какой-то ерундой перекрывать. Но вообще, вот мне в личку написали из города Твери о том же. Я скоро буду в Твери, хочу вам сказать, 25 декабря я буду. Если это так, я прямо на концерте расскажу о тех, кто это делает. Действительно, друзья, прекратите это. Почему? Потому что мы одобрены администрацией президента. И, во-первых, им нравится, что есть где-то свободомыслие. Потому что наша администрация президента, и сейчас и президент, докладываю вам, я знаю это из достоверных источников, возмущены тем, что нет здравомыслия. Никто не высказывает собственные мысли. Все ждут, когда свои собственные мысли они узнают от президента. И они приветствуют то, что мы говорим с позиций патриотических о сегодняшней жизни в России. В конце концов, я выскажу свое мнение, мы им даем возможность говорить, что у нас есть свобода слова в стране. А вы, запрещая где-то и перекрывая нас, вы практически против демократии. Вы знаете, что за это может быть? Да я Путину напишу. Да мы вам оторвем все ваши неправильные органы. Окончания. Окончания. Да, это потому что в учебниках они неправильные. Вы подумайте об этом. Друзья, у нас есть наша традиционная рубрика, это Блиц. Давайте. Вопросы, которые в течение программы приходили, Михаил Николаевич, наши редакторы отобрали самые интересные из них. Давайте послушаем и пытаемся в коротком режиме вашими словами на них ответить. Добрый день, звоню вам я, Игорь из Новосибирска. Посмотрел по новостям и долго смеялся. В Штатах мужчина спас из пожара пиво. Пиво. Михаил Николаевич, может быть, между нами и америкосами больше общего, чем мы думаем? Они более мелочные, чем мы. Он пиво спас. Я знаю мужика, который самогонный аппарат в первую очередь из пожара вынес. А потом уже пиво. А пиво у него вообще в другом месте хранилось. Он его берег от пожара заранее. Знаете, интересный про самогонный аппарат. Гениально, конечно, мы с Измайловым были в одном городе на гастроле. Простите, я всегда вспоминаю что-то. И была борьба с антиалкогольной кампанией. Помните, антиалкогольная кампания с алкоголизмом была при Горбачеве. И старушка нам подошла, говорит, вот вы все знаете, я вас по телевизору видела. Ну, раз по телевизору видела, человек, конечно, все знает для нашего телезрителя. Скажите, а что это означает? И Измайлов гениально ей говорит, это надо регистрировать, бабуся, самогонный аппарат. Она говорит, а где? Он говорит, в любом районном отделении милиции приходит к участковому. И эта бабуська пошла к участковому и говорит, милый, где у вас самогонный аппарат регистрирован? Мне задорно с Измайловым сказали. А он репу почесал, говорит, бабуся, у меня, правильно. Только что я буду у вас по одному? Ты собери всех в подъезде, приходи, всех зарегистрирую сразу. Чем дело уже закончилось, не знаю, мы уехали. Давайте следующий вопрос. Добрый день, Михаил Николаевич, Алексей, Тюмень. У меня вопрос о приятном. Скоро начнутся новогодние праздники, корпоративы. Говорят, хлеб стоит 5 миллионов. Пугачёва 11 миллионов. Михаил Николаевич, за сколько можно пригласить на корпоратив вас к нам в Тюмень? Спасибо. Вот более обидного вопроса он не мог задать. Такое ощущение, что он сейчас позвонил в цыганский табор, где один цыган ему в одну цену назначил, другой, а этот подешевше будет, которого можно вот так вот пригласить. А он вообще интересно... Скажите, пожалуйста, а вы знаете, с чем я выступаю? Я ведь не пою, не танцую. Или вы меня путаете с Борей Моисеевым? Вообще интересная заява такая. Я буду думать, за сколько я вам приеду, спою и станцую. Песни Бори Моисеева. День добрый, Михаил Николаевич. Я Иван из Астрахани. Я звоню, вот, узнает авторитетный журнал Forbes, назвал Владимира Путина самым влиятельным человеком мира в этом году. Михаил Николаевич, а вы согласны с выбором этого американского издания? Я вообще Forbes не читаю, потому что Forbes многие проплачивают наши, особенно олигархи, чтобы их там напечатали, что они на седьмом, на восьмом месте. Это проплаченные издания. Я думаю, что Путина, они, путинская челядь ничего им не проплачивала, потому что им иногда надо скандальные обязательно такие размещать их выводы. И тогда к ним будет приковано внимание, и тогда они смогут взять бабки с того, кто захочет за Путиным быть сразу. И это будет просто дороже стоить для них бизнес. И в этом смысле Путин правильно ответил недавно корейскому журналисту. Он же в Корее был сейчас, да? Он подарил им щенка. Продолжение истории. С котенком, которого он подарил Японию, вместо курил. Значит, вот, извините, он четырех котят подарил. Кунаширы, Турупу, Рупу и Шикотан. А здесь он щенка подарил. И корейцы говорят, да ладно, мы уже на этом деле собаку съели, сказали. Он ответил, да? Он ответил очень хорошо. Он говорит, если это имеется в виду заслуги России в мире, ну хорошо, тогда я пойму. Но он этим самым как бы сразу отстранился. И правильно, потому что Форбсу плевать на заслуги России в мире. Ему надо, чтобы платили бабки за распределенные им, Форбсом, места за те деньги, которые были оплачены олигархием. На этой неделе произошло еще одно событие. Я предлагаю закончить. У нас есть такая интересная история, которую мы именно в программе «Неформат» делаем. Мы собираем такие хитовые, назовем их, высказывания различных политиков и переводим их на язык танцпола. Поскольку именно наша молодежь понимает, пожалуй, только язык ног. Ну, Владимир Владимирович, надо было делать вот ремиксы какие-нибудь, я думаю. Вы смеетесь, сделали, что ли? Мы сделали, да. Это была моя мечта сделать его высказывание. Я признаюсь честно, на целый ремикс не хватило. На то, что происходило вокруг этого события, настолько всколыхнуло информационное поле, что пройти мимо этого мы не могли. Итак, при посещении Кореи Владимиру Путину был вручен черный пояс под Хэквондо. Ой, я не знал. Да, и сразу же вызван девятый дан. Боже мой. Но это же нарушение традиции. Видно было, да, что именно этим и смущен был наш президент, потому что он сказал, что, ну, я не ожидал, во-первых, и, во-вторых, я не достоин такого высокого звания, потому что он занимается вообще-то дзюдо. Но, тем не менее, южнокорейцы выполнили свою миссию. Сделали это надлежащим образом. И после этого сразу там возникла истерия в интернете. Ну, то есть щука эта 20-килограммовая и так далее и тому подобное. То есть какая-то гигантомания. Настолько ли это страшно, то, что президенту России вручают, ну, может быть, не по заслугам, а может быть, и по заслугам, какой-то отличительный, что ли, знак. Вот, например, у вас значок ГТО, Михаил. Да. И еще мне китайцы подарили пояс 14-го дана серо-буро-малинного цвета по акупунктуре. Я иголки очень хорошо вставлял всегда. А потом, это была традиционная игра, которая потом перенесла в дартс, переносла. Кидать. Да. Итак, я так аккуратно, медленно подвел к тому, что у нас сейчас будет наша рубрика, которая называется «Полидэнс», и ею мы с вами прощаемся на сегодня. Буквально сейчас еще минута. Ну, тогда мне одно слово, последнее злого заключенного. Я хочу сказать, что вообще это для меня не имеет значения, что ему подарили в Корее. Для меня имеет значение, что раз старались подарить что-то ублажающее, значит, отношения еще с одной страной будут налаживаться. И все. Больше меня в этой ситуации ничего не интересует. А что касается еще заключительного слова, я бы ответил вот на какую пришедшую в личку сообщение. Как вы относитесь к здоровому образу жизни? Для меня это самое главное. Почему я хочу себя хорошо чувствовать? Я хочу увидеть, как снова народы будут более мирно жить, которые существовали мирно в Советском Союзе. А для этого, вот у меня 65 лет в этом году, это мой полуюбилей. Будет в Театре Эстрады. 29-го числа все билеты проданы, на 30-е мы открыли второй концерт. По договоренности с Хазановым. Конечно. 29-го ноября вы имеете. 29-го ноября и 30-го ноября. Но, да я вот что боюсь. Я боюсь, что интернетовские перекупщики уже скупили билеты и выкладывают по 6-8 тысяч. Друзья, кто захочет прийти на этот полуюбилей. Ну, полуубилей, почему 65 лет, это ровно полжизни пройдено. Ну, еще 65 лет надо прожить минимум, чтобы видеть, как народы станут дружнее. Быстрее это, видимо, не произойдет. Вот поэтому я о своем здоровье и забочусь. И по второй причине, я не люблю себя плохо чувствовать. Многие не заботятся о здоровье, плохо себя чувствуют и живут. Вот у них есть сила воли. А я всегда говорю, у меня силы воли нет. Поэтому я должен себя хорошо чувствовать. А насчет театра эстрады, я хочу сказать, все-таки старайтесь покупать билеты или в театральных кассах, или в театре эстрады. Ну, мне погано, когда люди приходят ко мне на концерт, заплатив 8 тысяч, и это идет в 6 тысяч перекупщикам. Ну, не люблю я торгашей. Ну, что вы будете делать? Они предлагали мне выступать у них часто, вот как этот человек по звонку. Я всегда говорил, ребят, ну что вы мне хотите платить безумные деньги? Приходите в театр, где я выступаю. Содружественные актеры на Таганке. И вам гораздо дешевле это обойдется. Но им западло, они крутые. Они должны... Вот, собственно, наверное, я все сказал. Двери не проходят столики с едой. Ну что, друзья, спасибо большое за то, что провели эти два часа вместе с нами. Спасибо за то, что слушаете радиостанцию Юмор ФМ. Мы обязательно вернемся к вам снова. А сейчас обещанный полидэнс, где вся мировая общественность с восторгом наблюдает, как Владимиру Путину вручался девятый танк по Тэхмондо. Неформат. Хит недели. Хочу вас поблагодарить. Я не думаю, что я заслужил такой высокий дан. Будем считать, что это наше общее мероприятие, связанное с популяризацией этого замечательного вида спорта. Вы знаете, что мы совсем недавно в Петербурге провели всемирные игры боевых искусств. Мы тоже стараемся в Россию внести определенный вклад в развитие таких видов спорта, как Тэхмондо и Дамбурст. Я вас хотел бы поблагодарить внимание ко мне лично и за то, что делаете так много для развития спорта. Спасибо большое. Спасибо. А теперь для тех, кто на танцполе. Опан, как нам стал? Владимир Путин, Владимир Путин. Мастер спорта Путзюдо. Обладатель черного пояса по карате сегодня получил еще и черный пояс по Тэхмондо. По Тэхмондо. Еще с девятым заном. По Тэхмондо. Стал великим или Гранд Мастером. А Тэхмондо переводится дословно как путь кулака и ноги. Путь кулака и ноги. И путь ноги и кулака. Представители Всемирной Федерации Тэхмондо. В очередной главе государства пояса диплома присвоения ему взглядов. Команданы. Опан, как нам стал? Путин дэнг, дэнх, 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 дэнх. Как Путин отеагировал на свое новое звание «Я и неゆду походу». Черный пояс, Эдраридан�. Это высочайший уровень мастерства, в этом виде единоборств, и в мире всего несколько человек. И в мире всего несколько человек, куда это прохит херabi яду människor. Вот что сказал Путин. Я вас хотел поблагодарить Внимание Кому лично и за то, что Делаете так много для звезды спорта